Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Котвицкая, я основатель рекламного агентства онлайн «Стратегия». Я записываю видеоролики, в которых я рассказываю о том, как мне удается развивать рекламное агентство. Думаю, что информация в этих роликах может быть полезна многим. Возможно, вы увидите какие-то моменты полезные для себя и для своих бизнесов. Сегодня я расскажу об очень важной теме. Что больше всего мешает во время развития бизнеса? Что становится самым главным препятствием? Вы думаете, нехватка денег или ещё какие-то моменты, не можете найти нужных людей? Совсем нет. Для меня самой большой проблемой было моё мировоззрение. У меня было мировоззрение наёмного сотрудника. Мировоззрение наёмного сотрудника в корне отличается от мировоззрения собственника. И я расскажу, в каких моментах. Вот первое. Что такое мировоззрение наёмного сотрудника? Согласитесь, если вы когда-либо были наёмным сотрудником, вот у меня мой стаж порядка 10 лет, я работала в компаниях в разных, я была маркетологом, я была руководителем отдела продаж. В общем, у меня стаж порядка 10 лет. И вот как думает о себе наёмный сотрудник? Практически всегда он думает о том, что он высокий специалист, высококлассный специалист, о том, что он незаменимый работник, о том, что он так много знает и так много умеет, и зачастую наёмный сотрудник думает о том, что на нём всё держится. Вот я уверена, что каждый наёмный сотрудник именно так о себе и думает. Я на всех своих работах именно так о себе и думала. И когда я начинала свой бизнес, я вот как раз таким мировоззрением и была. Я думала, что я великий спец, я вот лично разбираюсь в продажах, я умею нанимать сотрудников, я отлично разбираюсь в маркетинге, я вообще крутой спец. И вот это ощущение того, что вы все знающий человек, что вы очень классный специалист, это больше всего мешает. Потому что на самом деле, когда вы начинаете бизнес, вы в этом деле новичок. Вы не знаете ничего о том, как развивать свой бизнес. Вы никогда не были бизнесменом-предпринимателем. Вы не знаете, как всё устроено. И в этом процессе действуют совсем другие законы. Нужны совсем другие навыки и профессиональное знание. И вот лучше всего, если вы начинаете свой бизнес, с осознания того, что вы новичок. Поэтому я думаю, что ребятам, которые никогда не работали и начинают свой бизнес, мне кажется, им даже легче и проще. Они себя чувствуют новичками, они не боятся набивать шишки. А вот профессиональный человек, который был до этого наёмным сотрудником, да ещё на каких-то хороших должностях, он всегда думает, что он крутой. И поэтому ошибки воспринимаются очень тяжело. Для меня это было вот так вот. Вот прям переживаешь по поводу того, что не получается, или какие-то ошибки. Не позволяешь себе ошибаться. Поэтому, когда начинаешь свой бизнес, лучше всего быть абсолютно чистым листом. Лучше всего принять себя как новичка и разрешить себе ошибаться. Тогда всё пойдёт проще, всё пойдёт легче. Я, честно говоря, к этому осознанию шла чуть ли не 4 года. 4 года прошло до того момента, как я поняла, блин, да, всё, я не идеальный человек. Всё, я много чего не понимаю. Я на самом деле не такой уж идеальный переговорщик. И действительно есть клиенты, с которыми у меня не складываются отношения, и они не хотят покупать услуги моего рекламного агентства, или они недовольны нашей работой. Поэтому 4 года уходят на осознание того, что вы новичок в этом деле, и что в этом деле нужно как-то… Может быть, по-разному. Что-то будет получаться, что-то будет не получаться, но надо принять тот факт, что вы чего-то не знаете. Я поняла, что для меня открытий в профессиональном плане было множество. Хотя я уходила из наёмного труда с осознанием, что меня в этой жизни уже мало что может удивить. Оказывается, всё только начинается. Вот, это первое. Второй момент, связанный с работой, это второй момент разницы мировоззрения предпринимателя от мировоззрения наёмного сотрудника. Предприниматель работает бесплатно, а наёмный сотрудник работает всегда за деньги. Что это означает? Наемный сотрудник поработал месяц и ждёт, где мои денюжки, которые я тут же могу потратить. Предприниматель зарабатывает, получает прибыль и думает о том, как быстренько, как лучше инвестировать эти деньги, как лучше их вложить, как лучше ими распорядиться для развития своего бизнеса. Если появляются новые деньги, новая прибыль, предприниматель думает о том, как развить, купить новое оборудование, может быть, улучшить офис, сделать более комфортным для сотрудников. Что ещё нужно сделать лучше для того, чтобы бизнес развивался и процветал? И уже потом, когда какие-то главные глобальные моменты решены, можно подумать об отдыхе или о том, как потратить эти деньги на себя. Но на старте чаще всего деньги тратятся на бизнес, а не на себя. Поэтому чаще всего предприниматель работает бесплатно, и этот период может быть очень долгим и очень длительным, когда вы работаете очень много, но деньги уходят на бизнес, а не на ваше развлечение. Третий момент разницы мировоззрения предпринимателя от мировоззрения наёмного сотрудника. Кажется, что мы открываем свой бизнес для того, чтобы у нас на самом деле было больше свободного времени, чтобы мы могли больше отдыхать, путешествовать. Я вам скажу так, когда я начала развивать своё рекламное агентство, я начала работать в 4 раза больше, чем я работала на всех своих предыдущих работах. Потому что, да, я была маркетологом в фокстроте, и мне казалось, что, наверное, больше я работать не буду никогда, но оказалось, что буду. Да, работать надо больше, работать надо больше, и постоянно быть сконцентрированным на бизнесе. Я поняла, что заниматься бизнесом — это не работа. Это не то, что вы занимаетесь бизнесом 9 до 18, а дальше вы занимаетесь чем-то другим. На самом деле заниматься бизнесом — это жить бизнесом. Мировоззрение предпринимателя — это мировоззрение того, как вы живёте в целом, а не вы живёте там отдельно в бизнесе, отдельно там где-то у вас есть ещё какая-то другая жизнь. Нет, это реально образ жизни. Как только вы расслабляетесь, как только вы отпускаете свой бизнес и мысли о нём, что-то тут же начинает… Вот только вы там расконцентрировались, у вас там клиенты закончились, а новых вы ещё не привлекли. Только вы там расслабились и подумали, что вам нужно отдохнуть. Сотрудники решили уволиться, а вы других ещё не успели набрать. Бизнес — это вот такая целостная система, и она связана с вами, вы этим живёте. Бизнес — это ваше отражение. И не может быть такого, что вы где-то занимаетесь бизнесом, а где-то вы живёте совсем другой жизнью. Поэтому всё в жизни, если вы занимаетесь бизнесом, должно помогать вам и должно вам способствовать вашему развитию. И если что-то из вашей жизни не способствует, к сожалению, от этого приходится избавляться, оставлять только то, что развивает бизнес и развивает вас как часть этого бизнеса. Вот такие выводы я сделала в процессе работы над своим рекламным агентством. И обязательно запишу ещё видеоролики, в которых расскажу ещё много интересного. Пока, увидимся!